Для Виктории и Дмитрия Храмченковых этот полет оказался первым в жизни. Воспользоваться услугами авиаперевозчика решили ради удобства и экономии времени. Подошли к стойке регистрации, а тут такое. Поздравляем вас, вы у нас являетесь 100-тысячным пассажиром в аэропорту города Брянск. Мы рады вас поздравить и вручить вам памятные подарки от нашей авиакомпании. Мы первый раз вообще летим на самолете и приятно быть. Во внимании. 100-тысячной стала Виктория Храмченкова. Ей вручили небольшие сувениры от авиакомпании. Они пришлись по душе сыновьям девушки. Вот здесь. Спасибо. Вместе с сыновьями и еще 55-ю пассажирами рейса 12-50 Храмченковы отправились в Домодедово. Там они сделали пересадку и через несколько часов оказались в Симферополе. С начала года из Брянского аэропорта выполнено более тысячи вылетов. Перевезено больше 95 тысяч пассажиров. Полеты осуществляются по 11 направлениям. За счет государственных субсидий стоимость авиабилетов снижается. А потому самый быстрый вид транспорта остается вполне доступным. Руководство Брянского аэропорта без ложной скромности рассказывает о достигнутых результатах и строит планы на будущее. Мы сейчас вышли на такой момент пиковый, что больше всего мы уже не можем. Нам нужен новый современный аэровокзал. Нам нужна современная новая взлетно-посадочная полоса. Для того, чтобы мы смогли принимать уже не суперджеты, не аэробусы 320, а более серьезные машины. А-380, Боинги 737-800. То есть для этого нужна определенная структура, инфраструктура для развития. Вопрос реконструкции международного аэропорта Брянск сейчас прорабатывается. По предварительным подсчетам на модернизацию идет порядка двух-трех лет. Все это время воздушная гавань будет принимать и отправлять самолеты, пусть и с меньшей интенсивностью. Ну а по завершению реконструкции аэропорт надеется достигнуть пока кажущейся невероятной планки в миллион пассажиров. Ольга Макушникова, Алексей Рязанцев, События, Брянск.